Ко всему готовы! В двух поселениях Сургутского района провели учения по ликвидации паводков и лесных пожаров. Какие силы готовы бросить для спасения жителей в случае чрезвычайной ситуации? Если хочешь быть здоров, спортсмены района присоединились к проекту «Забег с чемпионом». Возглавил колонну атлетов Андрей Трубецкой. И выполнять обещания. Открытие хоккейного порта жители Локосова ждут больше года, что помешало подрядчику построить объект в срок. Здравствуйте, меня зовут Валерия Кудрявцева. Это программа «Говорит район». События муниципалитета, интервью, проблемы и их решения, говорит Сургутский район. Показывает телеканал «Сургут-24». Слаженные действия. Уровень Аби в районе сельского поселения Сытомина за неделю вырос примерно на 20 сантиметров. В четверг, например, он составлял 772 сантиметра над нулем поста. Это значение на 223 единицы меньше максимума за последние 14 лет. Он, кстати, был зафиксирован в 2015 году. Специалисты уверяют, угрозы подтопления жилых домов в населенном пункте нет. Однако в Сургутском районе принято быть готовым ко всему. Поэтому в Сытомина на уходящей неделе провели учения по ликвидации последствий паводка. Участвовали в них спасатели муниципалитета, службы экстренного реагирования и руководящий состав администрации. По легенде учений, в Сытомина ночью резко поднялась вода, в результате чего затопило 10 домов. Пострадали 18 человек. Именно при таких условиях, пояснили специалисты, можно объявлять режим ЧС. В учениях применяли наливную дамбу, которая во время реального потопа должна сдержать воду и оградить от нее дома. Приспособление приобрели в прошлом году. Потому было важно попробовать его в действии, до того, как использовать в режиме реальной борьбы со стихией. В Русскинской там 2-3 дома. В Верхнемысовая, в Локосово, там дачные дома потапливаются в летний период. Тоже это не основное жилье. То в Сытомина здесь потапливается именно основное жилье. Также у нас вот Тайлаково, это деревня недалеко от Угута, сам Угут. Но там потапливаются юрты коренного населения. То есть это временное летнее жилье, которое они располагают сознательно возле реки, для того, чтобы было легче осуществлять рыбную ловлю. А в Сытомина именно идет речь о основном жилье жителей, которое является их единственным жильем. Поэтому здесь, конечно, должны быть применены все меры и силы для того, чтобы защитить их от этого. Сургутский район поистине уникальная территория. Кроме обилия водоемов, по словам сотрудников администрации, около 90% площади муниципалитета занимают леса. Однако такая особенность ландшафта, кроме красоты, несет и риск. Ровно 10 населенных пунктов относятся к категории, подверженных угрозе лесных пожаров. Среди них Барсова, Локосова, Рускинская, Сайгатина, Тундрина. В последнем провели учения по ликвидации возгорания. Подробности знает Татьяна Расторгуева. Отработка практических действий по ликвидации лесного пожара началась с заседания комиссии ПЧС. На нем озвучили легенду учений. В тундре на огонь из-за сильного ветра перекинулся с деревьев на жилой сектор. В результате загорелось 8 домов, 20 человек пострадали, 5 погибли. Как объясняют специалисты, это минимальные критерии для того, чтобы официально объявить режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с критерием чрезвычайной ситуации приказывают ввести режим чрезвычайной ситуации местного уровня на территории сельского поселения Тундрина с 27 мая 2021 года до сового распоряжения. После введения режима ЧАЭС и получения указаний в Тундрина выезжают спецслужбы. В числе первых авиалесоохрана и специалисты медицины катастроф, чтобы оказать помощь пострадавшим и начать ликвидацию огня. Параллельно в поселении разворачивают мобильный межведомственный оперативный штаб. Его руководитель на месте координирует действия всех служб, задействованных в ликвидации пожара. Сотрудники авиалесоохраны прокладывают минерализованную полосу, проливают кромку леса и разбирают завалы сухих веток с помощью бензопилы. Все это должно установить распространение огня дальше, в чащу. Группы состоят из шести человек и у каждого своя функция во время ликвидации пожара. Есть закрепленный человек с запилой, он имеет корочки вальщика леса, в данном случае это я. И я работаю на бензопиле, также лопата, рулевого у каждого и проводится с помощью этого работы. Параллельно несколько пожарных отбивают огонь от жилой зоны со стороны леса и обливают другие постройки, чтобы пламя не перекинулось на соседние дома. Для этого развернуть линию и подать воду. Он с той стороны лес и дом защищает. Я защищаю, чтобы отсюда не попало туда. У нас если машина потом остановится на водоем, мы прокладываем линию, можем до речки, можем до водоема другого и подаем сюда воду в эту машину, она уже нам подает. По легенде учений, во время пожара пострадали 20 человек, поэтому на месте работали и медики. Диагноз для определения действий врачей написан на листках, их держат в руках пациенты. Так, у одного из жителей, кроме ожогов разной степени, шоковое состояние, из-за которого упало давление, фельдшер ставит капельницу. Смотрите, это у больного шок. При любой шоковой терапии нужно венозный доступ, адекватное обезболивание и установка капельницы. То есть капельница с физраструктурой. В роли пострадавших на учениях студенты Сургутского государственного университета. Они будущие специалисты по пожарной безопасности. Преподаватели рассказали, на учения привезли тех, кто успел их лечиться в учебе. Чтобы наглядно показать, как придется действовать не за партой, а в поле. Мне понравилось, как кинули дымовую шашку, это было очень эффектно. А так, в принципе, ну что, интересным способом поливали сверху вниз, чтобы на большую площадь. Вот это вот я подметил, по сути. В учениях участвовали около 70 человек. Это студенты, специалисты авиалесоохраны, лесничество, пожарно-спасательного гарнизона, Центры медицины катастроф, полиции, эвакуационной комиссии и администрации. Службы показывают себя очень слаженно, оперативно. Работа, все поставленные задачи отрабатывают, потому что это их каждодневная работа. Поэтому у нас всегда достигнуто взаимопонимание, оповещаются они своевременно, быстро. И поэтому я считаю, что отрабатываются задачи, поставленные четко и быстро. Учения прошли на твердую четверку. Эту оценку поставил руководитель комиссии ПЧС, заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков. Он подчеркнул, что это хороший результат. Ведь главное, что во время подготовки выявили недочеты, которые благодаря тренировкам во время реальной борьбы со стихией уже не возникнут. Татьяна Расторгуева, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Говорит район». Если хочешь быть здоров, спортсмены Сургутского района присоединились к проекту «Бег с чемпионом». Впервые он стартовал в 2019 году. Тогда сезон летних забегов в парке «За Саймой» открыла пятикратная чемпионка страны. Трехкратная чемпионка мира по кикбоксингу Мария Карлова. Суть проекта в том, что каждое воскресенье с конца весны до середины осени приверженцы здорового образа жизни преодолевают дистанцию в полтора километра. Во главе колонны всегда именитые атлеты, среди которых триумфаторы мировых, континентальных и российских соревнований. Участвуют и любители пробежек, не имеющие высоких титулов. Этот проект уже давно популярен в городе Сургуте, в Сургутском районе. И собирает немало таких любителей здорового образа жизни на Сайме. Вот приняли приглашение, пришли побежать, привлекли наших спортсменов, спортсменов Сургутского района, чтобы начать активно воскресный день. Показать своему, даже своим близким, своим родным, своим друзьям, что важность занятия спортом, физической культурой и здоровым образом жизни. По словам организаторов, участие в старте сезона 2021 приняли более 300 человек. В этом году приглашение возглавить колонну принял руководитель Сургутского района. Как рассказал Андрей Трубецкой, для него этот забег символичен, ведь он практически совпал с соревнованием «Айрон Старн» в Геленджике, в котором должен был участвовать глава. Но планы сорвались из-за слишком усердных тренировок, во время которых Андрей Трубецкой повредил колено. Сегодня здесь, как рядовой участник, больше для мотивации самого себя, подытожил глава. Однако такая активность и личный пример руководителя муниципалитета – хороший стимул для всех его жителей заняться спортом. Тем более, что мест для этого в районе с каждым годом становится все больше. Все виды спорта равны, важны, нужны. Поэтому где-то у нас больше единоборствами занимаются, где-то там, я не знаю, настольным теннисом, игровыми видами спорта. То есть не могу сказать, что что-то в приоритете. Да, это и неправильно, наверное, было бы. Вот сейчас решили развивать национальную борьбу, пупикат. Поэтому все, что интересно людям, то и стараемся поддерживать. Выполнить обещание. Спортивное ядро с открытым хоккейным кортом, полосой препятствий, уличными тренажерами и площадками для волейбола и баскетбола у жителей Локосова должно было появиться еще в прошлом году. Однако сегодня на месте, где предполагалось строительство, по-прежнему пустырь. Глава поселения разъяснил, причина в недобросовестном подрядчике, что помешало строителям обустроить сельский спортивный центр и какие объекты появятся в населенном пункте в этом году, знает Мария Ливанян. Еще в прошлом году канализационные стоки из Локосова приходилось увозить машинами в Лонгипас. Кроме существенных расходов, это около 30 миллионов рублей ежегодно, отсутствие собственных очистных сооружений служило причиной подтопления поселения нечистотами. Стоки порой просто не успевали вывозить вовремя. Добраться до села можно только на пароме, а он из-за непогоды может задержаться на несколько дней. Очень важно для села, потому что тариф на вывоз водоотведения и централизованное водоотведение отличается в разы. Поэтому плата для жителей снизилась, качество жизни повысилось, по селу не ездят эти санизаторские машины, не дымят, не откачивают. Сегодня все работы на объекте завершены. Осталось только оформить все документы. На сегодняшний день косы функционируют в полной мере. Загрузка данных косов на сегодня составляет порядка 80% уже. То есть работает в штатном режиме. Другому объекту строительства в Локасово, открытому хоккейному корту со спортивными площадками, повезло меньше. Подрядчик, по сути, не сделал ровным счетом ничего. По его устному объяснению, что здесь фундамент лежит, они его хотели отбойными молотками вручную раздолбить. Приехали, у них ничего не получилось. В результате они работы не выполнили. Контракт расторнут. Мы с ними по претензии все пишем. По словам главы сельского поселения, новый аукцион на определение подрядчика уже объявлен. Если он состоится, то хоккейный корт, площадка для баскетбола и волейбола, полоса препятствий и уличные тренажеры появятся у жителей уже в этом году. Надеюсь, что в этом году и аукцион проведут, и добросовестный подрядчик заявится, и, наконец, жители поселения получат спортивную площадку хорошую. Здесь и хоккейный корт будет некрытый, и полоса препятствий, и игровая зона. С учетом того, что здесь спортивный комплекс находится, спортивное ядро получится. Надеюсь, что в этом году получится. Деньги из бюджета района полным рублем предусмотрены. В этом году для молодежи Локасова планируют обустроить киберкласс. Он расположится в детской школе искусств. Для этого там освободили один из кабинетов. Открыться он должен до 1 сентября. По плану, всю необходимую мебель, игровую приставку и экраны сюда привезут до середины лета. С Ростелеком у нас уже оформлена заявка. Сюда на то, чтобы увеличить трафик, заходят они у нас с 1 июня. И ориентировочно до 16 июня нам проведут сюда оптоволокно. Само подключение и настройка до 1 сентября. Однако, по мнению главы Сургутского района, одного кабинета для размещения киберкласса будет недостаточно. Андрей Трубецкой предложил сделать пристрой к детской школе искусств, чтобы можно было открыть новые направления дополнительного образования. Например, гидропонику – это способ выращивания растений без почвы. Юлия Витальевна, как вы думаете, здесь пристрой получится сделать? Видишь, один кабинет всего? Маловато. С помогательного назначения надо проехать, посмотреть стены тех квартир. Да нет, вот сюда, это к Деши. К Деши. Квадратом 150-200, чтобы три больших кабинета ещё. Это что, они один кабинет выделили? Я думал, несколько будет. Когда именно и в каком виде появится пристрой, ещё предстоит решить. Так же, как и понять, что необходимо сделать степлотрасса недалеко от школы. По поводу неё жители уже неоднократно обращались как в местную администрацию, так и к депутатам. Из-за расположения труб дойти с центральной улицы на заводскую затруднительно. Решить проблему специалисты предлагали несколькими способами – опустить трубопровод под землю, поднять его выше или построить над ним переход. Закопать это изменение гидравлики нужно, то есть обязательно, однозначно надо делать проектное решение гидравлику. Гидравлика, то есть после проведения гидравлических сопротивлений, всех измерений и прочего, возможно, замена насосного оборудования пойдёт, оно за собой может повлечь. Глава Сургутского района пообещал, что проблему обязательно решат, причём уже в следующем году. Тогда жители Локосова смогут ходить по этой дороге с комфортом. Мария Ливанян, Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов. Специально для программы «Говорит район». На свой страх и риск всё чаще на обочинах трасс автомобилисты могут заметить людей, продающих саженцы и удобрения. Несмотря на то, что явление это для многих скорее обыденное, по закону заниматься предпринимательством вдоль магистрали запрещено. За игнорирование правил грозит наказание. В первый раз могут выписать предупреждение или штраф от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит большее взыскание, уже от 3 до 5 тысяч. Однако для продавцов эти суммы скорее смешны, чем страшны. Поэтому уходить с насиженного места многие и не думают. Сотрудники администрации вместе с полицией тем временем проводят рейды по выявлению таких точек незаконной торговли. Ведь мало того, что большинство из предпринимателей по документам ими не являются, налогов не платят. Так они ещё и оставляют в лесу мусор и создают аварийные ситуации на дороге. Они создают сложности в плане дорожного движения, потому что и сами не соблюдают правила парковки. Используют для размещения своих автомобилей лесную зону, что тоже является нарушением лесного законодательства. В дальнейших кооперативах у нас в большинстве есть специальные площадки, где можно производить торговлю с разрешения управления кооператива. Но далеко не все туда стремятся, поскольку кооператив имеет право брать за это плату. Выделяют специализированные, а главное, законные площадки и администрация муниципалитета. Всего их в районе 27. Однако переезжать туда предприниматели не спешат. Сами торговцы аргументируют это тем, что им не нравится расположение ярмарочных точек. Экономисты мэрии, в свою очередь, подчеркивают, для продажи на муниципальной территории необходимо, чтобы товар имел сертификаты и прошел санитарный контроль. Единственный способ наказать тех, кто правила игнорирует, это штрафы. Сумма их небольшая и не мотивирует стихийных бизнесменов уехать. Поэтому надзорные органы призывают дачников отказаться от покупки товаров на обочинах трасс. Ведь безопасность и качество в таких случаях выпадают скорее на волю удачи. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте indefisnews.ru в одноименной вкладке, а также на нашем YouTube-канале «Сурбуд24». Будьте здоровы и только хороших вам новостей! До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok